Бизнес, инвестиции, бюджет, привык. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. 85 миллиардов рублей инвестиций ожидают в 2023 году в Кировской области. Об этом со ссылкой на слова зампреда регионального правительства Михаила Сандалова сообщает ТАСС. Чиновники надеются, что несмотря на санкции, объем вложений в экономику региона не упадет по сравнению с прошлым годом. В 2022 объем инвестиций составил 84 миллиарда 700 миллионов рублей, в 2021 77 миллиардов. В 2024 году, по словам Сандалова, достичь хотят показателя 88 миллиардов рублей, а к 2030-му выполнить задачу по росту инвестиционной активности на 70% относительно 2020 года. По данным областного правительства, сейчас в регионе в разной степени реализации находятся порядка 100 инвестпроектов с объемом инвестиций более 50 миллионов рублей каждый. В Кельмезе на производстве травмировала женщину. Инцидент произошел на предприятии, которое занимается производством мебели. Работодатель попросил сотрудницу подменить другого работника на клее на носящем станке. Женщина до этого не работала за этим станком. Инструктаж по охране труда не проходила. После завершения работы сотрудница начала чистить станок от мусора, не отключив его. Перчатки зацепились в вал, зажав кисти. В итоге женщине отрезала пальцы. По данным Следственного управления по Кировской области, по факту травмирования сотрудницы предприятия возбуждено уголовное дело. Проводится расследование. В Кировской области начался гастрономический конкурс «Блюдовятки». Он проходит в преддверии 650-летия. Город и нацелен на то, чтобы составить целое меню из лучших местных блюд. Затем эти блюда будут предлагать в кафе и ресторанах города, а также использовать, чтобы представить нашу область на гастрономических выставках и фестивалях. До конца мая комитет конкурса будет собирать рецепты блюд от предприятий общепита, профессиональных поваров и кулинаров-любителей. Затем, как рассказал в эфире нашей радиостанции президент Вятской торгово-промышленной палаты Андрей Усенко, выберут победителей в пяти номинациях. Блины с припеком, горячее блюдо, суп, десерт и мясной гриль. Для участия в конкурсе необходимо ознакомиться с критериями блюд, а также заполнить и отправить заявку. Ее форма размещена на сайте Вятской торгово-промышленной палаты. Мария Кожевникова, Новости экономики в Кирове. Программа «Экономика».